всем доброго дня друзья сегодня будем говорить про предохранители автомобиля а именно как их проверить и собственно зачем они нужны вообще в автомобиле в общем то вопросов тоже достаточно много особенно зачем они нужны то есть новички не задают зачем они еще стоят можно их выкинуть и просто там напрямую соединять провода в общем то давайте все по порядку также будет в этой статье как проверить покажу как проверить дома с помощью мультиметра вот и также покажу как проверить на автомобиле их не снимая то есть будет это в конце ролика так что обязательно смотрите вот сейчас на данный промежуток времени предохранители у нас вот такие вот идут плоские сейчас я приближу чтобы было видно вот видно у них есть пластиковый корпус 2 так вот разъема и рабочий элемент он внутри там вот этот находится проводочек который рассчитан на определенный ток работают они как любой предохранитель вставляется в скажем так электрическую цепь это своего рода выключатель который уберегает электрическую цепь от какого-то скажем так замыкания перепада напряжения либо повышение напряжения там и так далее вот представьте у нас идет допустим два провода один идет это минус ну и допустим идет плюсовой провод так вот идет раз и два ну а дальше у нас здесь допустим идет какой-то электрический двигатель ну например электрический двигатель скажем так печки печки и вот здесь у нас на конце стоит у него вентилятор но не суть важно то есть предохранители стоят абсолютно у нас на все идет допустим на те же самые лампы на бортовую электронику на всю на зажигание идет там ну и так далее там подобное можно перечислять очень очень долго потому как предохранителей наверное два три десятка в современных автомобилях вот смысл какой когда нагрузка например вот это вот печка этот двигатель у нас потребляет ну где-то допустим пускай 5 ампер вот у нас здесь стоит предохранитель который сейчас я давайте чтобы все было реально найду предохранитель именно на 5 ампер вот он вот у нас так вот вставляется в разъем в цепь предохранитель 5 ампер что происходит вот у нас идет нормально функционирует эта вся система у нас нормально работает предохранитель у нас не выгорает потому как он исправен двигатель у нас исправен напряжение у исправно но бывает такое что двигатель может выйти из строя вот например в печке его банально может залить там водой какой-то антифризом нашим вот и он замыкает внутри у него замыкает обмотка вот где-то вот здесь вот и он дает короткое замыкание это короткое замыкание моментально может разогреть наши провода отчего они могут в принципе оплавится загореться вот для этого как раз таки внутри и стоит вот такой вот выключатель давайте чтобы поближе вот видно да то есть внутри стоит у нас вот такая вот как бы ниточка она при коротком замыкании берет всю нагрузку на себя и перегорает то есть вот здесь вот внутри вот эта часть размыкается соответственно у нас электрическая цепь обесточивается и ничего страшного не происходит то есть провода не оплавились двигатель мы заменим ничего страшного печку там устраним так устраним и так далее также такие предохранители могут стоять скажем на прикуриватели ну допустим вот представьте что здесь у нас теперь стоит прикуриватель вот в которой мы вставляем постоянно там всякие я не знаю там чё только не вставляем там от нам от видеорегистраторов антирадаров и так далее до водонагревателей печек сейчас и так далее но давайте на примере печки вот вставили мы сюда вот разъем от печки вот так вот ставили значит здесь у нас металлические скобки идут вот и сюда пошли провода которые обдувается то есть нагревается у нас вот это вот печка потребляет печка в среднем где-то у нас 300 ватт 300 ватт если разделить на 12 это получается ну 12 вольт делим то есть по имперажу у нас получается где-то а нет ребят вру подождите 300 ватт это единичные случаи я видел где-то они в основном берут 120 150 ватт вот так вот вот то есть получается у нас где-то 10 ну там тире где-то там пускай 15 ампер то есть вот это вот напряжение в принципе выдерживается нашей проводкой то есть проводкой прикуривателя если вы вставите 300 ваттный обогреватель вот сюда вот в этот наш прикуриватель то пойдет напряжение высокая и вот этот вот наш предохранитель а здесь по моему стоит на 10 ампер вот 10 ампер ник на печке он у нас также перегорит то есть он отсечет вот этот вот высокое потребление вот этого ну как бы прибора который у нас подключился он перегорит тем самым опять же убережет нашу проводку этот провод и этот от разогрева и соответственно от возгорания вот в общем вот такая вот нужная вещь эти предохранители вроде элементарно ничего в ней как бы сложного нету но они реально предохраняют бортовую систему автомобиля от коротких замыканий от перепады напряжений от больших нагрузок там и так далее переоценить вот это устройство сложно это устройство по-любому нам нужно без него как говорится никуда вот если вы многие мне задают сергей а можно вообще выкинуть эти предохранители и ездить без них да конечно банально можно то есть некоторые вот ставят место вот этих вот двух контактов берут просто проволоку толстую и вот так вот ее чик встают в наш как бы блок предохранитель ребят делать этого ни в коем случае нельзя если проволока будет высокой скажем так держать высокие токи иногда проволоки реально держат очень высокие токи до 32 ампер запросто могут держать то у вас начнет гореть вот так вот и плавится вот этот вот провод вот этот провод то есть он сначала начнет раскаляться до красна потом у него загорается вот так вот обмотка и все автомобиль загорается буквально моментально соответственно сгорит очень-очень быстро прочь и последствия могут быть плачевные вот небольшая вот картиночка как вы видите автомобиль полностью у нас выгорел вот в общем то это все что хотела сказать зачем нужны предохранители то есть они уберегают электрическую цепь от перепадов то есть по сути это ну если грубо можно сказать это такая противопожарная сигнализация вашего автомобиля ну не только противопожарные то утрировано очень ну и также уберегает очень многие приборы от перепадов напряжения то есть это и стабилизаторы пожарные пожарные сигнализации там и так далее да предохранители не делаются они одноразовые он один раз выгорел то есть у него сгорела вот это вот ниточка там и все его нужно менять то есть его восстанавливать бессмысленно и стоит ребята они копейки вот поэтому покупайте просто наборы менять вот видите это вот 10 амперные на них на каждом пишется вот десяточка вот они по моему бывают до 32 ампер это 5 амперный это у нас 15 амперный ну там и так далее семь с половиной в общем то теперь как их проверять ребята в общем проверять будем при помощи мультиметра или мультиметра такое вот устройство его надо перевести в режима как и многие называют голосовой режим режим писка режим замыкания вот клемма у меня включены вот так вот вот переводим вот бибикалка у нас вот это вот включена и теперь если замкнуть у нас клеммы будет слышен вот такой вот сигнальчик вот что мы делаем банально делается это легко и просто да ребята хочу сразу сказать в общем предохранители в основном современные сейчас ой извиняюсь так предохранители современные сейчас они идут в основном прозрачно это сделано для удобства еще раз подчеркну вот видите у него ниточку если она перегорает и и здесь она так вот прерывается вот и вы можете уже визуально понять горел ваш предохранитель или нет то есть это вот такая первая банальная проверка предохранителя но зачастую предохранители идут ли ты то есть у них вот этот вот внутри ниточку вот это вот и и не видно то есть она залита в корпус вот и корпус непроницаемой поэтому проверяются они банально как ну вот берем а значит предохранители Допустим, они у нас непроницаемые То есть, мы их не можем просмотреть Берем наш мультиметр Перевозим режим бибика или бика Как хотите, голосовой режим, ну, кто как называет И просто прикладываем Вот видите, сигнал есть, значит он у нас целый Дальше Сигнал есть целый Сигнал есть целый Целый Ну, видите, в принципе, вообще ничего сложного То есть, продвинутый мультиметр позволяет прозвонить Это достаточно легко и быстро Но, зачастую у нас эти предохранители Также установлены в блоки предохранителей И мы их, в принципе, не можем вытащить Но и тут производители о нас, как говорится Позаботились о простых смертных Так, сейчас, ребят, что-то не фокусируется Вот Простых смертных Вот видите, вот здесь вот на предохранителях Сверху корпус не литой Он имеет такие вот разъемчики То есть, как бы две дырочки Две дырочки и в этих дырочках Видны наши вот эти вот электродики Поэтому мы щуп можем опустить Не вытаскивая наш предохранитель Можем опустить щупы Так, сейчас я попробую как-то это все сделать Так, 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 так Как бы его воткнуть Ну, думаю, принцип понятен Давайте сейчас Одной рукой не очень удобно Так, вот И вот Вот, видно, да? В эти дырки опускаем И также прозваниваем Если он перегорел Он у нас пищать не будет Это сделано для удобства Чтобы его не вытаскивать Из блока предохранителей В общем, как это выглядит сейчас На автомобиле На данный промежуток времени Я вам показываю В общем, вот небольшая вставочка С моего автомобиля Ну что, народ Сегодня я хочу показать Не сегодня, сейчас, точнее Хочу показать вам Как проверить на блоке Не снимая предохранители Вот видите, этих предохранителей Здесь очень много Вот наш мультиметр Как мы проверяли уже дома Просто берем два щупа И вот видим здесь сверху точки металлические И просто прям про ним проходимся Вот раз Два работает Три работает Четыре работает Пять Шесть Семь Все работает В принципе, ничего сложного нету Вот Есть ли у вас Ну давайте я нам покажу Как это все дело обстоит здесь Вот они предохранители И вот видите Сверху у них вот идут Такие вот металлические точечки Есть ли у вас предохранители другие То есть У них нету сверху Вот этих вот штучек Хотя сейчас, по-моему, на всех есть Вам просто их нужно вытаскивать И в принципе Смотреть вручную Либо прозванивать мультиметром Вот он у меня лежит Мультиметром уже прозванивать непосредственно Ну то есть вытаскивать и прозванивать Если у него корпус даже еще не прозрачный Но такое, повторюсь, бывает Это крайне редко Поэтому просто банально Прозваниваем мультиметром Прямо здесь Не снимая Можно прозвонить Очень быстро Все предохранители Выявить поломку Буквально там За каких-то Ну, я не знаю Там 2-3 минуты Вот такая вот проверка На автомобиле Кстати, блок предохранителей У меня не только здесь Но еще есть в салоне Итак, ребята Вот В общем, все Заканчиваю статейку Как проверить Мы разобрались Для чего предохранители нужны Разобрались Еще что хочу сказать Вот очень частый тоже вопрос Один Да Мне задают Вот, например Стоит у меня На прикуривателе Предохранитель В 10 ампер Мне его мало Потому как я включаю Вот в прикуриватель Какой-нибудь обогреватель Обогреватель у нас, например Там 300 ватт И все Этот предохранитель моментально сгорает Могу ли я поставить Прикуриватель Ну, например Предохранитель В 15 ампер Вот 15 ампер Ребята Нет Вы не можете этого сделать Почему? Да по одной простой причине Что 15 амперный Предохранитель Это предохранитель Который Выдерживает Большие токи Большие токи Чем у вас Выдержит Ваша Эта проводка Которая идет До Скажем так Прикуривателя Если вы поставите 15 амперный Предохранитель У вас Разрушится Быстрее Проводка Чем Сам предохранитель Меньше предохранитель Меньшим номиналом Вот, например Вот 7 с половиной Поставить Можно То есть В принципе Ничего страшного Не произойдет Но этот предохранитель Будет выходить Из строя Быстрее Чем вот этот Вот Поэтому Ставим Нужного Номинала В свое Гнездо То есть Если у вас там Стоит 10 амперный То есть Ставим 10 амперный Меньше Можно Но он будет Чаще гореть Больше Нельзя Вот такая Вот Статейка Получилась Может быть Опять Большая Но ребят Постарался Много В этой Статье Сразу Затронуть На этом Все Ставьте Пальцы Вверх Если Понравилось Подписывайтесь На наш Канал Будет Еще Много Интересных Видео Все Ребят Всем Пока Редактор субтитров Корректор А.Егорова